Всем привет! Это восьмой урок игры на крыловидных гуслях и в нем я расскажу что такое флажолет и как он делается. Звучит он вот так вот. Смысл этого приема заключается в том, что мы делим как бы струну левым пальцем на дворе и извлекаем звук. Причем флажолеты можно делать не только на гуслях, а на любых струнных инструментах. Вот, например, моя домбра. Ищем середину струны, она обычно на двенадцатом ладу. И вот так вот домбра звучит без флажолетов. А вот так вот будет с флажолетами. То есть это такой довольно универсальный способ, который подойдет практически ко всем струнным инструментам. Итак, как нам самим научиться делать флажолеты? Учиться будем в несколько этапов. Первый этап это нужно найти середину струны. Как это делается? Можно, во-первых, измерить рулеткой длину струны. И так мы найдем центр. А можно еще сделать проще. Мы просто левый палец кладем на струну. Обычно это проще делать с толстыми струнами, поэтому сначала берем нижнюю струну. В общем, палец кладем на струну. Сильно не давим, просто чуть-чуть прижимаем. Прижимаем даже слабее, чем когда мы ставим аккорды. Прижали палец и, двигая к центру, мы ищем как бы центр. Тогда, когда палец будет у вас в центре, тогда вы уже сможете услышать флажолет. Вот так это делается. Вот он. Вот этот звук, это уже флажолет. И с другими струнами можно сделать то же самое. Тоже ищем центр. Вот флажолет зазвучал, значит мы нашли центр. И в дальнейшем, там где у нас звук, мы флажолеты будем извлекать именно из этой точки. Далее, второй шаг. Мы ставим палец в центру струны и пробуем извлечь наиболее красивый звук. Нам нужно приложить такую силу, чтобы звук флажолета был наиболее красивый. Вот уже даже так можно извлекать флажолеты из всех струн. Третий шаг, это отпускание струны. То есть, мы нашли центр, первый шаг, второй шаг. Мы научились извлекать звук. И третий шаг, после того, как мы извлекли звук, мы отпускаем вот этот палец, чтобы струна свободно колебалась и палец ее не глушил. И вот, это у нас уже получился полноценный флажолет. Далее, очень важная вещь. На первый взгляд, может показаться, что я делаю подцеп струны и отпускаю палец с центра струны одновременно. Но на самом деле, это не так. Это очень важно запомнить, потому что, если мы будем одновременно отпускать, то у нас ничего не получится. Потому что палец в момент подщипывания струны должен находиться на струне. И только после того, как мы сделали подщип, мы должны отпустить палец. Разница только в том, что расстояние между тем, как я сделал подщип и отпусканием струны, должно быть самое минимальное. Это может быть какие-то микросекунды. Но всегда очень важно, что сначала делается подцеп, а потом отрывается палец от струны. Чтобы нам постоянно не искать центр, центр струны можно как-нибудь обозначить. Например, у меня на деке тут очень легко карандашиком нарисовано центр струн. Не знаю, видно вам или нет, но они есть. Поэтому я легко здесь определяюсь. Я легко вижу центр струны. Но есть еще разные другие варианты, как отметить центр. Это можно либо на память ориентироваться по резонаторному отверстию. Как-то, ну, в общем, запомнить на память. Можно какую-то ниточку здесь натянуть по центру. Чтобы ниточка обозначала центр струны. Можно как-то маркером подкрасить струны. Ну, в общем, вариантов таких много. Попробуйте, какой вам больше всего нравится. Еще раз повторю шаги, которые нужны для изучения флажолетов. Значит, сначала ищем центр. Как только нашли вот такой звук, мы нашли центр. И далее учимся как можно быстрее отрывать палец. Но только после того, как мы щипнули струну. Ну вот, я, в принципе, и рассказал про флажолеты, как они делаются, самые важные моменты. Вам остается только тренироваться и нарабатывать технику. Ну, а на этом все. До встречи на следующем уроке, где я разберу разные народные лады. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok